Добрый день, добрый вечер, доброе утро! Сегодня и сейчас с нами Марианна Яровская, недавний друг нашей программы. Это человек, являющийся продюсером, режиссером и автором книги, которая только что вышла. И, конечно, линки, ссылки на приобретение этой книги внизу. Книга называется «Живая девочка» или «Женщина с железным лицом». Марианна, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо большое за приглашение. Марианна сейчас в Берлине, там поздний-поздний-поздний вечер. По-берлински это, наверное, уже ночь. И что привело вас в Берлин? Съемки нового фильма. Мы снимаем фильм, который в какой-то степени рассказывает о сегодняшней ситуации, как ни странно, в России. Я считаю, что Берлин – это правильный город для этого. И мы уже месяц снимаем документальный фильм, полнометражный. Да, естественно, подробности станут известны тогда, когда фильм будет готов уже к выпуску. Вот обложка книги, дорогие друзья. Вот «Живая девочка» или «Женщина с железным лицом». Можно купить книгу на русском языке. Можно приобрести электронную версию, что, наверное, подходит больше всего для тех, кто живет за пределами России. Я хочу сказать, что у нас, Марианна, растет довольно-таки неожиданно для меня количество людей в России, которые смотрят нашу программу. И хочется больше узнать о вас. Вы, так сказать, ближайший для меня, из тех, кого я знаю, человек к «Оскару». Вы получили студенческого «Оскара». Да, Академия, киноакадемия американская, в принципе, занимается образовательными программами, в связи с чем я очень ее уважаю и поддерживает молодые дарования и таланты. Когда какое-то количество, большое количество лет назад я училась в американской киношколе университета Южной Калифорнии. Я поехала в Россию в последний год своего обучения и сняла фильм, который назывался «Неудобные» или «Undesirables». И этот фильм получил студенческий «Оскар». То есть тебе выдают такой куб, который дизайнером был такой дизайнер, который, в общем-то, занимался дизайном настоящего «Оскарского лога». И в нем такая медаль, и в нем «Оскар». И ты становишься членом такой «Академии Голд» называется. То есть тебя приглашают на все показы, ты просто пока не можешь голосовать. Но, тем не менее, это сильно приблизило меня к киноакадемии. И фактически я там в 20 с чем-то лет имела возможность встать на сцену и сказать, «Я благодарю Академию». Это было смешно. Слушайте, ну здорово. Это прекрасное начало карьеры, которая включает в себя целый ряд фильмов, названия которых, я думаю, наши зрители отреагируют очень живо. И я хотел бы также сказать, что недавний наш гость, с которым я получил огромное удовольствие, разговаривая, Пол Грегори, также участвовал с вашей подачей, с вашей помощью. Почему он участвовал? Автор книги «The Oswald» о семье Освальда, в которых он знал лично. И таких людей осталось на Земле три. Ну, в Соединенных Штатах это точно. Так вы сделали недавно картину под названием «Женщины ГУЛАГа», да? В общем, это ваш целый проект. Да, Пол Грегори, он на самом деле экономист, у него докторская по экономике из Гарварда, и он преподавал экономику. Но он и писатель, и историк, и он каждый год писал по книге. Я случайно встретилась с ним в Стэнфордском университете, где он проводил конференции ежегодные по тоталитарным режимам. У меня тогда еще была идея сделать такой огромный проект, как Спилберг делал про Шоу, делать проект про ГУЛАГ. То есть ходить с камерой, с микрофонами, интервьюировать всех оставшихся живых, которые прошли ГУЛАГ. Это было 10 лет назад. Это было еще тогда возможно. Но, встретившись с Полом, который, значит, меня охарактеризовали Полу, представили, мне представили Полу как человек, который, who gets things done, я даже не знаю, как это перевести, который фактически может… Добивается своего. Да, добивается своего. Я сказала, Пол, я хочу сделать такой фильм. Он говорит, какое совпадение, а я пишу книгу. Он как раз писал книгу, которая и называлась «Женщина ГУЛАГа» или «Истории пять замечательных жизней». «Istories of five remarkable lives». И он сказал, давай ты сделаешь фильм, пока я буду писать книгу. Ну вот он написал книгу за год, а у меня ушло 7 лет, чтобы сделать фильм. Не потому, что я была ленивой, а просто потому, что бюджет, собрать бюджет, сколько он был, наверное, 400 тысяч долларов. То есть надо было работать, надо было… И мы хотели сделать настоящий голливудский проект. То есть мы хотели настоящую музыку, которая бы… от композитора, который работал с Милошем Форманом. Мы хотели звук от звукорежиссера, который делал звук для фильмов Дэвида Линча. Мы хотели, чтобы эти простые интервью зазвучали так, чтобы они звучали очень долго и резонировали долго. И поэтому в результате получился фильм через 7 лет, и он попал в шорт-лист премии «Оскар». Это значит, что академики выбирают 10 фильмов, а потом выбирают 5. Но нас не номинировали, но этот шорт-лист, этот список из 10 фильмов, он, в общем-то, дал ему долгую жизнь. Да, полуфинал «Оскаров», и до сих пор этот фильм смотрят в университет. И он недавно попал в учебники русского языка, изданные в Англии, который называется «Русский язык через кино». Марьяна, а что вас заставило этот фильм столь желать видеть осуществленным? У вас какая-то личная история есть, или это общечеловеческий, нисколько не ниже, чем личная история, я считаю, тоже интерес к теме? Вот это интересный, очень правильный вопрос, потому что я, когда я делала фильм, я искала эту причину, потому что всегда надо ответить. То есть мне мной что-то двигало, и я не понимала, я пыталась понять, какая из личных истории, потому что я считаю, что у всех у нас есть какая-то личная история, у любого русского человека есть история либо с войной, либо с ГУЛАГом. У меня есть такая приятельница, которую я лично не встречала, но Татьяна Вольская, которая написала про мою семью, по-моему, на радио «Свобода», на «Свободе» она написала статью, которая называлась «Кого не достал ГУЛАГ, того достала война», или наоборот. И в этой статье она рассказывала какую-то историю моей семьи, но всё это было уже после того, как фильм вышел. Дело в том, что, наверное, через два года... То есть были какие-то истории женщин, жён заключённых в моей семье или жён репрессированных, или были какие-то мужчины, например, репрессированы. То есть фильм называется «Женщина ГУЛАГа», да? Были какие-то, например, мужчины, там у меня, не знаю, шесть поколений актёров в семье издателей. Вот, например, мой дед, он был фактически репрессирован, но он не был посажен. То есть там такая история была, что он высказался после убийства Кирова, не так, подписал не то письмо в 1934 году. И его выслали из Москвы и Ленинграда, из 100 километров зоны была такая, значит, формулировка. Он не мог жить в вашем городе. 101 километр это называлось. Да, но он уже к тому времени снимался, пробовался у братьев Васильевых сниматься в фильме Чапаев. И на самом деле он пробовался вместе с Бабочкиным на роль Чапаева. Такой был Виктор Яблонский, мой дед. И поскольку у него была в анамнезе вот такая вот, значит, впадение в немилость, да, он был актёром, блин, фильма «Имхата-2» до этого, то его взяли на роль врага белого, белогвардейца, значит, казака. Называется «Казак-пластун» в истории российского кино. Значит, он режет красную охрану, свистит вот так в три пальца, значит, в четыре, и говорит, значит, отдает честь и говорит «Всё, всё спокойно, путь свободен, господин генерал». Вот это мой дед, который, значит, и вот он, значит, играл после этого всего только роли врагов. Из хороших ролей его вырезали везде, не давали работать. Началась война потом. В 41-м году он добровольцем пошёл на фронт, попросился на передовую и погиб в первые же дни войны. Так что я своего деда не знаю, но я знаю, что он фактически, он совершенно случайно избежал расстрела, его пожалели, не расстреляли. Это есть в моей книге, кстати, потому что за него заступился Фадеев, его друг. Они с Фадеевым работали вместе над фильмом «Разгром». Он играл Левенсона в фильме «Разгром», и Фадеев написал письмо Вышинскому. И поэтому вот моего деда Виктора Ябонского пожалели, не расстреляли, и, соответственно, он остался жив, но ненадолго. То есть он погиб в 41-м году. Фильм «Женщина ГУЛАГа». Я считаю, что все женщины, которые были вокруг него, и потомки, и вообще женщины, которые были вокруг моих репрессированных родственников, мужчин, они страдали не меньше. Потому что оставшись без кормильца, без человека, который воевал, они могли бы получать пайки в Петербурге. Моя бабушка и её старшая дочь умерли от голода. Моя мама попала в детский дом. А я её дочь. Мама была писательницей тоже. Так что я думаю, что это такое, как раненые рикошетом под ранки. Да, это то, из чего мы все сделаны совершенно из тех переживаний, которые, слава богу, не выпадали большинству из сегодня живущих на долю. И, как бы, это всё в нас выскакивает, всё в нас это наслаивается. И это, ну, как бы, мой вердикт. Имели право высказываться на тему, как говорили, да? Раньше у нас говорили, что, что вы знаете про это? Вы же не сидели, вы там не воевали. Как вы можете судить? Вот как-то это всё коснулось, безусловно, в рамках того, о чём вы сказали, что тех, кого не убил ГУЛАГ, добила война. А потом ГУЛАГ опять. Ну, смотрите, проект Шоах, кстати, спилберговский, большой в своё время произвёл, конечно, шок среди тех, кто его видел, тех, кто был в него вовлечён. Очень многие здесь люди работали, помогали в Нью-Йорке. Как раз это было примерно когда я приехал в конце 90-х, начале 2000-х годов. Я лично не участвовал в нём, но прочитал вчера, наверное, в новостях, что было интервью со Стивеном Спилбергом, который довольно долго молчал по той или иной причине в связи с Израилем и событиями 7 октября. Но сейчас, похоже, что возникает, я не хочу сказать, вторая серия, но продолжаться будет этот проект. Не знаю, будет с участием Спилберга или нет личным, но он будет продолжаться, и это будет связано с документацией событий 7 октября. Вот такая вот неожиданная эхо. И связь времён. Да, и связь времён. И, честно говоря, не очень ласковая такая аналогия и мысль по поводу того, что зло неистребимо. И вот в этой линии я хотел, я начал читать вашу книгу. Буквально наш разговор уже был когда-то, 2-3 дня тому назад, да, когда мы начали об этом говорить. Нет, это было до того, как меня закрыли на Ютубе, то есть это больше недели было. Неважно. Но я начал читать, и там вы говорите о Discovery, вы работали продюсером на Discovery, и говорите, что там где-то на очередном рабочем, на рабочей встрече очередной прозвучало название. Нас и так называют Гитлеровский канал. Или канал Гитлера. Потому что очень много фильмов про фашизм, очень много внимания фашизму. Тема такая, что, ну вот, хочу снимать кино, важно, что важно, важно бороться с фашизмом. Действительно, все эти годы это была, ну, серьезная-серьезная линия программного, редакторской, редакционной политики. Не мог вспомнить эту устоявшуюся формулировку. Вот борьба с фашизмом никогда, чтобы не повторилась, и так далее, и так далее. И повторился, в общем, самый, конечно, Вторая мировая война была больше, чем Холокост. Можно сказать, что Холокост был серьезным уроком и представлением о том, что может произойти в самый прогрессивный век, наверное, в истории человечества, 20-й, когда все уже стало понятно, все ясно, все грамотно, и всеобщая грамотность практически достигнута. Электрификация всей страны достигнута. Простите, советская власть практически построена. Но тема эта, как она вообще участвовала, вот на ваш взгляд, я часто повторяю высказывание Гребенщикова Бориса, группа «Аквариум», о которой он уже сказал после 24 февраля, в данном случае вторжения России в Украину, что типа 40 лет пели, все равно, что молчали. Количество песен, написанных за мир, комиссию фильмов, снятых против Гитлера, огромное. Почему это не убедило массу людей? В чем, на ваш взгляд, здесь прокол? Не убедило в какой стране? Не убедило нигде, получается, в России. Я помню, я рос, я рос, смотрел Чапаева там с маленьким детским пистолетиком, чтобы вовремя там расстрелять всех белогвардейцев, идущих в психическую атаку. Я смотрел фильмы там «Живые и мертвые», я смотрел «Освобождение», но уже я как бы без пистолетика «Освобождение» смотрел. А я смотрел... Ну, в общем, короче говоря, вы понимаете, что фашизм плохо, война плохо, и сегодня мы видим, как люди, выросшие на той же самом подзоле, на той же самой почве, они идут и убивают, и не чураются в совершенно никаких связи, как показывает пропаганда российская, ассоциации с образами выработанных фашистской Германии. Я разговариваю с вами из страны, где, по-моему, одна из немногих стран, где, мне кажется, все-таки уроки были извлечены. Ну, это мое впечатление. Я все-таки не так много времени провела в Германии и в Берлине, но у меня ощущение от Берлина именно выученного урока, выученных уроков истории. Просто потому, что я вижу среди людей, потому по каким-то, не знаю, по большой миноре, не знаю, перед брендербургскими воротами буквально, и там, не знаю, веселым пляском, и по какой-то, по свободе слова, по нетерпимости, абсолютно нетерпимости к фашизму. Но не знаю, насколько это поверхностный взгляд туристский, но мне кажется, что Германия – это страна, которым в этом смысле надо брать пример. Другое дело, надо ли проходить через этот ужас, чтобы были выучены уроки, сколько десятилетий должно пройти было. Насколько я знаю, в Германии в 45-м году никто еще уроков этих не выучил, насколько я знаю. И я провожу очень много параллелей между эмиграцией, да, поскольку мой теперешний фильм прошлый был про женщин ГУЛАГа, перемотать на сто лет вперед, он проводит некоторые параллели все-таки. И у нас главная героиня, там такая, в общем-то, активист и пассионарий, и фактически этот фильм в какой-то степени смотрит на ситуацию сегодняшней эмиграции, может быть, сегодняшней оппозиции, сегодняшней эмиграции. И я задумываюсь о том, что было там, не знаю, ну не сто лет назад, но, допустим, в 45-м году, и что было в Берлине. Например, кто вернулся в Берлин после войны, там, допустим, «А кто решил не вернуться?» Скажем, Томас Манн, который понял, что в Германии, что пройдет много десятилетий, прежде чем надо будет, прежде чем немцы осознают, что на самом деле произошло. Так что, мне кажется, что здесь очень много параллелей. Это очень правильная страна, чтобы задумываться о таких вопросах. Да, я был в Германии, правда, очень давно, ну достаточно давно, в начале 90-х годов. Дважды побывал, был в Мюнхене, был во Франкфурте, был в Нюрнберге. И я тоже видел, что, как очень много внешней, так сказать, наглядной агитации пропаганды, очень много посвящено антифашизму, посвящено осуждению нацизма. И акции всякие проводятся, безусловно. У меня тоже было ощущение, что в резком контрасте с тем, что происходило после перестройки, скажем, в Советском Союзе, когда никто практически не покаялся, никто не был наказан за преступления Сталина. Ну и 54-й год, конечно, тоже был, и 20-й съезд был, и, в общем, все это не привело ни к каким душевным страданиям, кроме как у тех, кто и так душевно страдал, потому что их близкие пострадали, и они сами пострадали. И, конечно, масса-масса боли было по этому поводу материализовано в книгах, в фильмах. Опять же, для того, что, как говорят в Америке, «preaching to the choir», оказывается, что глаза можно было открыть только тем, кого они уже приоткрыты, а те, кому как бы было пофига, им пофига и осталось. И добраться до них практически... То есть для меня это такая вот шифт-парадигма, извините за научный язык, но как бы такое переключение, мы думаем, что надо всех уговорить. Оказывается, уговорить всех невозможно, и уговаривать всех не нужно. Надо уговорить тех людей, которые пойдут и уговорят 10 человек. Вот так вот. И эти 10 человек будут уговорены до тех пор, пока... То есть добро использовать тот же самый network marketing, который используют эти проклятые империалистические компании. И говоря об этих проклятых империалистических компаниях, я хочу, наверное, подойти к самому большому проекту в вашей жизни. Поправьте меня, если я не прав. Какой из них самый большой? Самый большой по масштабу, по бюджету. Это ваше участие в фильме «Неудобная правда». Или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Или ваше рукость была маленькая там? Ну, как, я была руководителем исследовательских работ, но это не означает исследовательских работ для научных работ. Я была руководителем исследовательских работ в кино. Материала? Да, материала, который был сделан. Я могу об этом сказать, безусловно. Дело в том, что до этого я три года работала в НАСА. Я работала, моя роль называлась специалист по мультимидия и продюсер, технический писатель в НАСА. А я не знал, в «Силиконовой долине». Ну, это была причина, почему я об этом говорю. Как бы это сыграло некоторую роль в том, что меня взяли на работу «Неудобная правда», потому что, безусловно, архивы и работы с этим фильмом, она включала в себя работу с, например, руководством НАСА или руководством НОА, руководством Океанографического института и так далее. То есть, как это все было, я не знаю, насколько это интересно. Во-первых, это было 20 лет назад. Ну, НАСА сразу у меня как бы уши на макушке. Да, это означало, то есть, в чем заключалась моя работа, я там разговаривала с учеными в НАСА, потому что я приходила на работу каждый день в НАСА, узнавала об их проектах, они мне рассказывали про свои проекты, я делала из этих проектов небольшие видео, которые мы показывали на выставках, например, народу, чтобы они понимали, на что уходят деньги НАСА. Или показывали в Конгрессе для того, чтобы ну, как бы получить какие-то, какой-то отдел НАСА получил бы ресурсы на развитие какого-то проекта. Да, финансирование. И это были проекты, которые тогда считались совершенно неосуществимыми, то есть, ученые просто приходили и фантазировали, что вот будет машина без водителей, там, это будет 2000 год, или будет какой-то компьютер без киборда, или будет там какая-то возможность движения там курсора мыслью. Это было тогда совершенно невозможно, но сейчас это абсолютная реальность, то есть, то, что было 20 лет назад, сейчас 25 лет назад. сейчас абсолютная реальность. И мы делали из этого такие футуристические фильмы немножко, да, с графикой и так далее. Вот, видимо, на основе этого, то есть, это сыграло какую-то роль, что продюсеры фильма «Неудобная правда» пригласили меня в этот проект. И я могу сказать, что большинство людей, которые говорят об этом фильме, они этот фильм не смотрели. Я видел кусками, весь я начал смотрел. Вот, 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 но большинство людей не смотрели его вообще, то есть, как бы, нет такого понимания вообще, о чем это, и что это за фильм. Как, то есть, может быть, если вы смотрели, вы можете понять, что он, по крайней мере, хорошо сделан, да? Это да, это я согласен с этим. Но, как бы, когда, когда я начала работать, да, то есть, как бы, первый день моей работы, если я пытаюсь сейчас вспомнить, то мне дали, буквально у Гора была просто такой, ну, PowerPoint-презентация, то есть, из которой потом он сделал слайд-шоу небольшое, с которым он ездил по университетам мира в течение 25 лет. Это слайд-шоу состояло из трех, там, не знаю, там было 300 или 350, наверное, слайдов, и фактически это все было уже готово и исследовано, и эти слайды предоставлены были ему вот друзьями, там, Лони Томпсон, людьми, которые изучали, там, Том Ван Санд, я, честно говоря, уже всех не помню, Карл Саган, они дружили с Карлом Саганом еще по Гарварду, и он, естественно, на тот момент уже умер, но там мы разговаривали с его семьей, с его тобой, неважно, то есть, было там, не знаю, десятки ученых, и это были их фотографии, и это все это попало мне в руки, и мне сказали, что все это нужно сделать, презентация должна быть в 4К, да, то есть, она должна быть, тогда еще, 20 лет назад, ну да, не 20, это был, фильм был сделан в 2006 году, значит, соответственно, лет 15 назад, это было неслыханно, это был первый или второй год вообще 4К, то есть, нужно было взять эти фото и получить их в таком разрешении, чтобы это была самая гламурная презентация PowerPoint, которую только видел. Марс, чтобы было видно. Да, ну, чтобы просто это выглядело очень хорошо. самая высокая резкость для тех, и при этом у меня была задача не беспокоить вице-президента по каждому пустяку, а просто выяснить все само, самой, откуда все это пришло, и тогда это была абсолютно шахматная игра, потому что нельзя было никого беспокоить, надо было просто, у меня ушло на это полгода, они сказали, у тебя 5 месяцев, потому что нам, у нас 5 месяцев, чтобы подать этот фильм на Оскар, я сказала, ну, у вас, а еще у 100 миллионов людей, которые хотят получить Оскар. Тем не менее, действительно, подали через 5 месяцев на Оскар, фильм получил Оскар, Гор через месяц получил Нобелевскую премию, но я к тому времени уже была во Франции и снимала свой следующий фильм. Так что, как бы я выбрала, я помню, что мне звонили из Лос-Анджелса и говорили, ну, ты же должна быть в кругу своих коллег и делать фотографии, и стоять на сцене, потому что это твой момент, фильм получает Оскар сейчас, ты была одна из там трех-четырех основных людей, которые все это собирали, но мой внутренний выбор был, что мой личный фильм важнее, то, что я сама делаю, это важнее, чем то, что я делаю для кого-то, хотя я не могу сказать, что мне стыдно за эту работу, совершенно нет. Ну, киношники вообще такие люди, что они смотрят уже дальше, когда заканчивают свою работу или делают свою работу, одновременно еще что-то кипит, следующее накапливается, и фильмы же как свет далекой звезды, пока построят маркетинг, пока там решат монтаж, пока там еще что-то сделают, то есть фильм закончен, но его путь зрителю не происходит моментально, это не наш сегодняшний стрим, когда мы решили и тут же сделали и пошли дальше, у человека идет своя жизнь, он делает свою работу, его пригласили гримером, например, на картину, но он в съемочный период отработал и пошел заниматься чем-то другим, тот момент, когда картина выходит, его требуют на сцену, уже может через три фильма он прошел, его требуют на сцену Оскара, чтобы ему вручить там за лучший грим, в картине, на которой он работал год назад, например. Ну и вот эта вот история нас приводит, конечно, сейчас к вашей книге, которая обнимает такой большой-большой пласт вашей жизни, она называется «Живая девочка», и это сборник рассказов или это одно повествование непрерывное? Это сборник, это фактически мемуары немного, и они, как бы это рассказы разрозненные, которые объединены наверное какой-то одной темой, одной идеей, то есть они между собой, я считаю, связаны, но как бы они одновременно могут смотреться и как отдельный рассказ, то есть каждый рассказ можно читать отдельно, но в принципе они создают какую-то связь. Когда я разговаривал с Виктором Ерофеевым по поводу нашего вступления, писателем Ерофеевым, я сказала, что сказать о книге, он сказал, «Прочти мое предисловие». Ну что, я должен теперь это сделать? Должен. Оно очень короткое. Да, я знаю, я знаю, поэтому я и вызвался. Книга с одной отрезанной головой. Ответственность за это выступление, кстати, несет Марьяна, это ее книга, я только мессенджер. Женские мемуары, какими бы они ни были, печальными, светлыми, забавными, драматическими, всегда заряжены эротическим воздухом. В этом смысле они откровеннее, искреннее, неожиданнее, чем честолюбивый мужской дискурс, ищущий свое место под солнцем. Мужские воспоминания монологичны при всех диалогических включениях. Женские диалогичны, они строятся на разных уровнях разговорного жанра от философской игры до ничтожной домашней сплетни. Диалог в книге Марьяна Яровской начинается с названия. Два портрета живой девочки из железной маски женского обличия создают на протяжении мемуаров коридор причудливых зеркал и отражений. В этой книге пойдет речь о том, чего на самом деле не существует. Виктор Ерофеев. Теперь своими словами от автора. Я на самом деле Виктор Ерофеев то, что называют close reader, то есть он очень внимательный читатель и было совершенно удивительно, что я не совсем поняла даже его название отрезанной головы и потом я поняла, что у меня в книге реально есть история про отрезанную голову. То есть она реально существует, отрезанная голова реально есть в моей книге, я просто не обращала на это внимания, мне не казалось, что это просто настолько и я спросила его, почему он сказал, ну вот есть такое, например, он увидел смерть, когда он был маленьким, у него была няня, она закрыла ему глаза рукой, и вот он это запомнил и все проходит через это, и все вот от этого появилось. То есть то, что он имел в виду, что есть какие-то моменты, краеугольные моменты нашей жизни, немножко экзистенциальные на самом деле, которые влияют, страшно влияют и влияют на все последующее. Таких моментов в книге много, там есть и женщина с железным лицом, на самом деле я никогда не думала о себе, как женщина с железным лицом, там есть одна, и что она олицетворяет, это другое дело. Это был, дело в том, что каждый рассказ в этой книге, он каким-то образом, я попыталась связать его с кино, может быть, это немножко сложно, но всегда на бэкграунде каждого рассказа происходят какие-то или съемки, или мысли о кино, или в крайнем случае мысли о книге в самом начале, потому что моя мама была писательницей, есть какие-то аллюзии к тому, что она делала, но в основном это фильмы, которые снимаются, когда пишется этот рассказ, и женщина с железным лицом как раз фигурирует в рассказе о том, как мы снимали фильм о Пусси Райт, и на самом деле рассказ о том, как мы снимали этот фильм, он интереснее, чем фильм, который получился в результате, потому что то, что происходило параллельно, оно как бы даже более говорящее, чем сама история этих девочек о Пусси Райт. Как все переплетено, у нас недавно был здесь в гостях продюсер шоу, которое привезли о Пусси Райт, одна из участниц этого творческого коллектива, и было недавно у нас здесь представление в Бруклине, и тур был по Соединенным Штатам, по Европе, по-моему, мировое турное просто было, ничего не знаю, насколько хорошо это все было принято, фотографии очень впечатляющие, и рассказ был очень интересный, вообще это, конечно, с одной стороны это вызвало, кстати, как у вас с Пусси Райт складывались, вы снимали в России, или вы снимали в России? Вы знаете, это на самом деле был очень короткий момент, я снимала, собиралась снимать свой фильм «Женщина ГУЛАГа», и я договорилась, я была продюсером или исполнительным продюсером этого фильма, у меня к тому времени уже был огромный опыт с документалистикой, и я хотела ехать на Восток, я об этом поговорила с тогда другом нашей семьи, об этом тоже есть рассказ, Петр Наумович Фоменко, который... На Восток, который Восток-Восток? Сибирь, Сибирь, Сибирь на Восток от Москвы, который мне сказал две вещи, тебе надо поговорить с Юлием Кимом, который весь вышел из ГУЛАГа, ну, там, кого не тронь, и, наверное, ты поедешь на Восток, и сильно на Восток не получилось, но получилось, что параллельно режиссер снимал фильм про Пусси Райт, и я вызвалась продюсировать, и мы просто поехали в тюрьму, поехали в мордовскую тюрьму, где я подумала, что, может быть, я сниму что-то для своего фильма, и за одним я помогу им сделать этот фильм, и мы накупили продуктов, забыла, в азбуке вкуса, на какой-то быхитле, забыла, как назывался этот магазин, на какие-то безумные тысячи денег, и взяли теперь уже, наверное, иностранного агента, я не знаю, такой Пётр Верзилов, бывший муж, Надя Толоконникова, и мы, значит, сели в Мерседес на восемь человек, и, значит, ночью ехали в эту мордовскую тюрьму, и привозить продукты Надя, фактически, и продукты, вещи какие-то, халаты, полотенца, и как бы там в тюрьмах есть такое обычай, что когда, обычай, не знаю, когда женщина выходит из тюрьмы, что всё, что у неё остаётся, она передаёт другим заключённым своим товаркам, то есть мы как бы покупали, ну как, чтобы это потом ещё и осталось, и вот мы всё это привезли, и нам ночь надо было провести в какой-то такой притюремной гостинице, единственной, значит, с джакузи, и всё это как-то было абсолютно сюрреалистично, и там как раз и сидела вахтёрша с железным лицом, то есть фактически, и что она символизирует, ну вот у меня возникло такое желание противопоставить, то есть вот, в общем-то, немножко такой смысл, название, и параллельно там было, ну например, в тот момент в Мордовии принимал гражданство Мордовии и квартиру, ключи от квартиры Мордовии Жерар Депардье, например, то есть параллельно со всем этим, то есть ты заходишь, и там Депардье на экранах там мелких телевизоров по всему отелю, и комментарии от этой вахтёрши, женщины по поводу Депардье, что они о нём думают, и... Я не акцентируюсь на книге, потому что ваш жизненный опыт, он в этой книге остался, и речь просто о тех вещах, которые вы видели, и это, безусловно, выше, чем, наверное, среднее арифметическое количество географии и истории, которые может потребить в течение своей жизни человек. Какое ваше ощущение от масштаба ГУЛАГа вообще вот по тому, что вам удалось посетить, встретиться с людьми? Насколько это было, некоторые говорят, преувеличено, но есть люди, которые говорят, что и Холокост преувеличен, и лагеря преувеличены, и антисемитизм преувеличен, и многое-многое чего. Какое ваше личное ощущение от масштаба вообще зла режима? Мне кажется, вы вопросом ответили на ваш вопрос, но даже в Мордовии там десятки лагерей, многие из колоний женские, и фактически все они работают как современные тюрьмы, особо ничего не закрылось, это один из островов архипелага ГУЛАГ, и мы ездили еще больше на восток, и снимали лагеря еще дальше, от которых ничего не осталось, то есть есть лагеря, которые как действующие лагеря, а есть лагеря, которые превратились в абсолютные руины, и такого очень много, да, покинутые, и они выглядят, не знаю, с дронов, как разрушенные швейцарские замки, я не знаю, это есть в моем фильме «Женщина ГУЛАГа», и этого очень много, и в отличие, например, от лагерей, конечно же, которые остались после гитлеровской Германии, из которых сделали музеи, в которых выводят экскурсии, эти все лагеря, они просто уничтожались даже планомерно, насколько я слышала, в 90-х годах просто приезжали люди, обливали керосином эти бывшие поселения, и просто все сжигали, уничтожали эти бывшие бараки или поселения, чтобы просто не осталось следа, или просто чтобы, не знаю, я честно говоря, не знаю сейчас причины, которая была за этим, но эта память историческая, она уничтожалась, поэтому я считаю, что масштаб даже представить себе невозможно, но по своим исследованиям я так понимаю, что в европейской части России лагерей было даже больше, чем в азиатской части, как ни странно, вопреки такому общему мнению, что был даже своеобразный лагерь в главном здании МГУ, там между этажами, там был какой-то не работал лифт, и там женщины там шили что-то, то есть это какие-то такие вещи, которые нам рассказали в мемориале, но то есть чем больше копаешь, тем больше мемориал, еще одна нежелательная запрещенная в России организация, которая нам очень сильно помогла с фильмом, естественно, они провели гигантскую совершенно работу, и не зря получили свою Нобелевскую премию по исследованиям, сохранению памяти и так далее, то есть некоторых наших героинь мы нашли через мемориал, это правда. Ну, очевидные вопросы, конечно, задаю я, но хочу сказать, что помешало вообще заняться вот этой вот люстрацией, даже не столько в наказании людей, совершавших зло, стоявших на вышках с автоматами, служивших в министерствах, перекладывавших расстрельные списки с одного стопки на другую, что помешало Советскому Союзу тогда, России и впоследствии вообще выразить какое-то отношение, наверное, официальное, наверное, какие-то действия произвести, я не дай бог, не Нюрнбергский процесс, но что-то такое, что, скажем, сказал бы, да, это было у нас в прошлом, ну, вот в Америке, например, тоже рассказывают про лагеря с интернированными японцами во время ФДР, во время Второй мировой войны. Это, конечно, масштабы несопоставимы, но что помешало, это что-то национальный характер или это КГБ у власти, вот какой фактор вам кажется наиболее так вот ретроспективно, тем более, что сейчас как бы эта ретроспектива превратилась в перспективу, что вы думаете о России в данном случае как стране? Мне кажется, в 90-х подошли очень близко к тому, чтобы провести какой-то процесс и провести иллюстрацию. Мне кажется, что ближе, чем когда-либо были в 90-е годы и просто не довели до конца. Почему не довели до конца? Честно говоря, я в 90-х годах, кстати, я уехала из России в 96-м году и на самом деле успела закончить факультет журналистики МГУ, поработать три года на радиостанции Эхо Москвы, которая только начала свое существование. Это была первая FM-радиостанция вообще в России, в бывшем Советском Союзе. И потом поработать на телеканале ТСН, бывшая программа «Время», то есть в новостях в течение двух-трех лет, пока я была студенткой. И потом начать работу с Леонидом Парфеновым на вновь организованном канале НТВ. И мне кажется, что вот эти три организации ТСН первый год существования, Эхо Москвы первые два-три года существования, и НТВ первый год существования, это были информационные службы, которые делали многое, чтобы эта иллюстрация состоялась, и чтобы это развенчание состоялось. Может быть, они недостаточно серьезно подходили, но, по крайней мере, у меня было ощущение, что я была частью правильного процесса. куда это потом завело и кто виноват, я не участвую. Дело в том, что я не принимала в этом участие, работала в НАСА и занималась космическими проблемами, космического масштаба. Ну, что у меня папа ракетчик, мама-то у меня писатель была и актриса, а папа-то был ракетчик, поэтому все-таки я совместила искусство и космос. Разговоры о вселенной были частью беседы за ужином. Всегда, всегда были масштабные философские разговоры, поэтому я, наверное, пропустила вот этот момент. Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, как? Я, вы знаете, как бы сформировался как человек, признающий наличие абсолютного зла, и вот это абсолютное зло, оно почему-то для меня присутствует в территории, занимаемой страной Россия, и люди, уезжающие оттуда как-то спокойнее относятся к существованию в мире, в них исчезает, иногда заменяется другим видом остервенения, по большей части люди начинают жить некими ценностями, смотрят вокруг, интересуются историей, по крайней мере, с точки зрения того, чтобы знать правду в больших масштабах, а в России как-то вот это поселилось, и это уже продолжается довольно долго, непризнание вклада так называемых инородцев и в то же время низкопоклонства, начиная со времен дворягов, да, придите и властвуйте над нами, да, так что вот это гигантское противоречие само по себе, оно не было, ну, я считаю, за тысячу лет, если оно не было осмысленно, то, безусловно, что-то там накопилось, какие-то, так сказать, массивы распада, да, скажем, каловые массы, да, они просто подступили к верхней части организма, и сейчас они занимают, в общем, лидирующее место в этих кремлевских башнях. я просто, мне очень хочется, я не сторонник, там, снесения памятников Пушкина, не дай бог, или забыть на, говорить на русском языке, мы здесь говорим по-русски, и говорим о важном, я надеюсь, поэтому это не является камнем преткновения, там, и яблоком раздора между нами, мы, нас интересуют конкретные материальные вещи, и вот, с точки зрения, это абсолютно нематериально, в России нет материальной причины, как было нападать на Украину, не было необходимости, базироваться на том, что мы знаем о современной истории, да, какая-то вот Lebensraum, там было, как-то еще что-то было, жизненное пространство, все есть, вода еще есть чистая, там, я не знаю, пейзажи есть, нефть есть, живи-радуйся, газ есть, золото есть, алмазы, и так далее, вот, вот, ничего не подтверждено, ничего не подтверждено нашим рациональным, в кавычках, методом мышления, которому нас приучила история, иррационально, которое в опасной близости от зла находится, это, для меня, я сегодня с этим объяснением живу, как бы, того, что происходит в России, потому что, если прагматически говорить, опять же, признайте, догмат капитализма, потому что вам нравится результат, вам же нравится результат, вы будете, любите путешествовать, вы любите приезжать в Милан, вы любите приезжать в Париж, вы любите приезжать в Барселону, научитесь, посмотрите, как это сделано, нет, 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 все деньги вывозятся из России, почему олигархи не вкладывали в том масштабе, в каком они вкладывали футбольные клубы, не вкладывали деньги в российскую систему образования, почему она была отдана на откуп, вот КГБ называет, в широком, так сказать, без детального определения, вот в этом абсурд, в этом как бы то, что, а те, кто пытался что-то сделать, собственно, в России, они подпали под, под кувалду, оказались между молотом и наковальней, да, в очередной раз, история идет по кругу, и круг этот не очень, кто-то из историков сказал, что вот это деспотия, от деспотии полной, к частичной демократии, потом обратно к деспотии, и все в течение 100 лет этот круг повторяется каждый раз в российской истории. И мы надеемся, что как выйти из этого круга, как вывести из этого круга Россию, потому что это, ну, честно сказать, ненужные хлопоты для всего мира, вот дайте нам балет, дайте нам, я не знаю, Серебряный век, дайте нам Эйзенштейна, дайте нам Нарковского, и мы будем рады, мы больше ничего от вас, дайте нам газ, если у вас хорошая цена, мы у вас его купим, этот газ, мы купим вашу нефть, но живите цивилизованно, вот эта история как-то, вроде как устраивает, вроде радует, а потом она раз, и становится, а блин, вот достала эта цивилизация, я больше так не могу, надо напиться, разбить морду, уснуть мордой в этом самом, в навозной куче, ну вот, я не вижу выхода просто из этой ситуации, но это не значит, что ее надо как бы игнорировать. Может быть, как-то через образование, вот, а вот посмотрите на президентов Гарварда, MIT, и ПЭНа, и вот вам через образование. Но это же администраторы. Ну, одни администраторы, но сейчас те люди, я не знаю, вот это как бы, я некоторые программы я делал для того, чтобы меньше касаться политики. Но я захожу в политику, потому что я считаю, что тот уровень образования, и тот, так сказать, скоп, да, тот диапазон, которому и подход, и методология, которую они получили в Гарварде, вот через тех, кто привел, опять же, этих президентов, этих администраторов, их же привели, они же не пришли, сказали, наймите меня. Их выделили, их были, между ними был конкурс какой-то, я предполагаю. Их взяли для того, чтобы они формировали генеральную линию университета, делали его еще более славным, чтобы больше людей давали им деньги, правительство и Алумна, которые сейчас забирают эти деньги, по большей части. Но эти люди сейчас находятся в правительстве американском, они находятся в широком смысле и в Штатах, и в газетах, и в мидии. И почему мне как бы интересна ваша точка зрения, потому что вы ухитряетесь оставаться целостной фигурой в этом поле сегодняшнего кинематографа, который, честно говоря, мне с каждым днем все меньше радости приносит. Хороший. Очень не знаю, насколько целостен Никита Михалков, он когда-то сказал, что первую часть жизни ты работаешь на свое имя, а вторую часть жизни имя работает на тебя. Каждый использует это как можно. Мне просто, мне кажется, мне лично повезло, что я могу выбирать проекты теперь, на которых я работаю. И мне просто везло, что, на мой взгляд, не было в жизни ни одного проекта, за который мне на самом деле было стыдно. То есть, ну вот так получилось. То есть, я каждый проект я могу сказать, объяснить и, в принципе, как-то поставить его в контекст своей жизни в какой-то степени, да. Даже проекты, на которых меня нанимали, то есть, последние несколько проектов, например, 999, это был проект про 999 девушек, это был первый эшелон из Восточной Европы в Аушвиц девушек. Ну вот была книга, и мы сделали фильм. Ужасно, это страшно, мрачная, жуткая тема, но я согласилась помочь, помочь на этом фильме, например. Ну и так далее. То есть, много таких проектов. То есть, я, наверное, 3-4 проекта делала в год для других, которые я, в принципе, сама выбираю. Вы знаете, вот рассказывайте о вашей жизни, и я человек абсолютно посторонний, мы с вами знакомы очень мало времени. В Нью-Йорку, да. Ну и в Нью-Йорке мы встретились. Но я должен сказать, что абсолютно прослеживается вот то, что называется Story Arc, то есть, как это все прошло, как это все органично срасталось в вашей биографии. И я, начав читать вашу книгу, я всем могу ее смело порекомендовать. Опять же, ссылки в описании, дорогие друзья. Электронная книга доступна сейчас, вот буквально, можно в любую секунду после окончания нашей программы, а то и в ходе, приобрести ее по ссылке под этим видео. И я буду рад, если эта книга разойдется и будет прочитана, и вы мне расскажете, насколько эффективна наша беседа была и в этом тоже аспекте, хотя я получил абсолютно чистое удовольствие от того, что прикоснулся к подробностям в вашей жизни. Спасибо большое, Юля. Огромное вам спасибо. Всего доброго, друзья. До встречи сегодня вечером. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова